Первичное благоустройство участка, избавление от сорняков, кочек и небольших неровностей. Все это в целом можно решить разными способами, но тот способ, который выбрали мы, называется фрезерование грунта на участке. Именно об этом пойдет сегодня речь. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр. Я приветствую вас на нашем новом проекте «Генподряд». Сегодня мы приступили к выполнению первого этапа строительных работ на данном участке. Напомню, это молодая семья, которая планирует переехать со съемной квартиры в загородный дом. И первый этап у нас заключается в первичном благоустройстве участка, то есть в избавлении участка от сорняков, растительности, кочек, небольших неровностей. Есть очень много различных вариантов выполнения этого этапа. Перебрали массу вариантов и остановились на одном. Я считаю этот вариант самым оптимальным. Называется он фрезерование грунта на участке. Выполняется этот этап с помощью специальной техники и все подробности в нашем сегодняшнем видеоролике. Давайте более подробно разберем, что мы имеем сейчас на участке. Мы видим небольшие остатки скошенной травы, которую скосили вчера. Мы видим растительный слой и плодородный слой грунта порядка 30 сантиметров. За моей спиной работает соответствующая техника, которая со всем этим сейчас будет справляться. И так, что мы видим после первого прохода нашего небольшого трактора. Что произошло? Это разрушение корневой системы растительного слоя. Глубина этого разрушения составляет 20 сантиметров. То есть ножи нашей техники разрезало весь грунт, взрыхлило его, приподняло и бросило. Тем самым выравниваются первичные какие-то неровности. И еще раз повторюсь, разрушение корневой системы. После этого прохода будет еще один. По его результату обсудим этот вопрос. Сейчас посмотрим, как он справится с этой кочкой, на которой у него большое колесо. Там какая-то тряпка намоталась. Получается, он ее просто срезал и все. Когда перпендикулярно пойдет, я думаю, тут станет результат еще более интересный. Итак, какие работы мы взялись выполнять на данном участке в качестве генподрядчика? Первое. Это первичное благоустройство участка. Дальше. Ограждение участка. То есть установка забора. Забор будет устанавливаться с помощью заборных столбов на основе винтовых свай. То есть комбинированные заборные винтовые столбы. Дальше. Обустройство въездной группы. То есть это откатные ворота. Следом за этим будет установлен септик и пробурена скважина под воду. После этого будет в этой части участка установлен небольшой хозяйственный блок и навес по две машины наших клиентов, наших заказчиков. А после этого будет установлен свайно-винтовой фундамент и построен каркасный дом небольших пока размеров, 6х6 в один этаж, для того, чтобы наши заказчики переехали за город. Это их цель и их мечта. В дальнейшем в другой части участка будет построен уже полноценный двухэтажный дом с двумя этажами. Второй этаж будет полноценный. Обратите внимание, что почва после прохода трактора, она черного такого сочного цвета. Она влажная, потому что в Ленинградской области в последнее время нас замучили дожди. Но если обратите внимание, правее для вас грунт, который был снят и обработан примерно час назад, он уже более-менее такого серого цвета, потому что у нас сейчас солнце и более-менее дует ветерок. Соответственно, все это дело высыхает достаточно быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, друзья, вы видите результат двух проходов нашего мини-экскаватора, который фрезерует грунт. Вот такая получается картина. В результате разрушена корневая система всего растительного слоя, который был на этом участке. Для чего это сделано? Для того, чтобы сорняки больше не росли. Конечно же, с соседнего участка семена сорняков попадут на этот с помощью ветра. Естественно, они прорастут. Но тут задача до конца растительного, так сказать, сезона, до конца лета, не допускать, чтобы сорняк вырос до половозрелого возраста. Поэтому его надо периодически скашивать. Делать это нужно примерно раз в две недели. И тогда семена не будут образовываться у сорняка, и они опять не будут вырастать на этом участке. Таким образом, участок будет доведен до зимнего периода, до холодного времени года. И здесь спокойно можно будет производить все виды строительных работ. Ну вот, друзья, остался буквально последний проход нашего фрезеровщика по участку. И на этом работы по данному этапу на данном участке мы заканчиваем. Стоимость данных работ будет указана в описании к видео. С вами был Александр и проект «Генподряд». До скорой встречи на следующем этапе работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин